Это новости губернии и вот о чем расскажем. Собака из приюта ЗОО-37 стала донором, но так и не обрела семью. У нее выкачали кровь и бросили. Два доклада на одну тему о социально-экономическом развитии города Иваново в прошлом году. Чиновники и депутаты работали в тандеме. Основная наша задача сделать жизнь горожан комфортной для проживания. Более 40 тысяч георгиевских ленточек раздадут волонтерам. В 17-й раз в Ивановской области стартовала всероссийская акция. Фантазия на тему театра и не только воплощенная на холстах. Да, это мой рисунок. Я его сам рисовал. Так, и кто здесь? Это, как бы сказать, царица такая. В Иванове открылась дивная выставка. А также не пропустите наш еженедельный мониторинг цен на продукты первой необходимости. Выясним, куда исчезла скульптура Владимира Ильича и почему ее не вернут на площадь революции. Чем не угодил серп и молот. И кого стоит опасаться автомобилистам, выезжая на трассу. Информационные итоги дня подведем в прямом эфире. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Забрали, чтобы сделать донором для домашней хаски и выбросили на улицу. В Иванове собака из приюта ЗОО-37 так и не обрела семью. Теперь животное отказывается от еды и не выходит из вольера. Подробности непростой истории в репортаже Марины Зениной. В понедельник в приют ЗОО-37 позвонила девушка из села Воскресенское Лежневского района. Они с мамой якобы хотели взять в частный дом крупную собаку. Через полчаса потенциальные хозяева подъехали. Выбрали мамонтенка. На площадке собака сперва огрызалась, но потом даже дала себя погладить. Оформили бумаги, увезли. Но в тот же день вечером собака уже металась и бросалась под машины на проспекте строителей в Иванове. Лапы были перевязаны красными лентами. Дозвониться до новых хозяев удалось не сразу. Ответили, что да, действительно собака у них убежала. Они ее выпустили по нужде на улицу и поймать уже не смогли. Задала вопрос, почему вы не сообщили нам о том, что собака у вас убежала. На что нам не ответила, что у нее сел телефон и сообщить у нее не было возможности. Уже после девяти вечера волонтеры отправились на поиски. Животное обнаружили в районе 50-й школы. Но в руки собака не давалась. Убежала в частный сектор. Собака была очень уставшая. Видно было, что она хотела пить. Мы шли следом за ней. В итоге на нашем пути появилась лужа, в которую она зашла. В итоге, вытянув из лужи, ее немножечко отвели на тротуар. Собака упала и встать не могла больше. Всю дорогу до приюта мамонтенок не смотрела людям в глаза. Только когда машина подъехала, собака услышала знакомый лай и встрепенулась. Осмотрев животное, сотрудники поняли, что четвероногого возили в ветклинику на переливание крови. Ну, выяснилось, что да, собаку привозили, породы хаски, для переливания крови. И что собака была черной цвета. Она вообще обессиленная была. Ну, представьте себе, значит, ее занесли, а потом вынесли и выкинули. Так как свою собаку-то они в машину посадили. Это как? По словам Антонины, 100 миллилитров собачьей крови стоит 2200 рублей. За собаку девушка с матерью отдали всего 10 рублей. Однако дело не в деньгах. Приют может предоставить животных для медпомощи другим четвероногим и бесплатно. Увезли, привезли и, соответственно, что-то купили для собаки, для того, чтобы как-то ее поддержать во время восстановления вот этой крови. Все. Больше мы ничего не требуем. Почему хозяева хаски решили поступить иначе, неизвестно. Для мамонтенка произошедшее стало очередным стрессом. Изначально в приют собака попала, потому что ее бросили, привязав к дереву. Долгое время мамонтенок даже не выходило из будки. Сейчас уже виляет хвостом, но все еще огрызается и рычит. От прогулки пока отказывается и не ест даже мясные консервы. В соцсетях пользователи просят сотрудников приюта обратиться в полицию. Но, по словам Антонины, главная задача ЗОО-37 – найти для мамонтенка любящих хозяев. В приюте будут рады принять мясо и ливер – продукты, необходимые для восстановления собаки. В Кинишме за изнасилование несовершеннолетней девушки задержан мужчина. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Следствием было установлено, что 26 апреля около 9 часов утра в городе Кинишме мужчина напал на 17-летнюю девочку, которая шла из дома на занятия в учебное заведение. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по лицу и туловищу, после чего повалил в безлюдное место, где совершил ее изнасилование. Благодаря совместной работе следователей с оперативными сотрудниками полиции злоумышленник был задержан в тот же день. Им оказался ранее остудимый за имущественные преступления местным жителям 1989 года рождения. Установлено, что он ведет антиобщественный образ жизни. Памятник Ленину не вернется на площадь революции в Шуе. А в Пуче же местные власти намерены демонтировать скульптуру серп и молот. Вероятно, эти символы советской эпохи исчезнут безвозвратно. В Шуе Ленин исчез в 2020 году, как раз тогда, когда проводились работы по благоустройству площади революции. Скульптура была установлена силами комсомольцев в 30-х годах прошлого века. За прошедшее время памятник пришел в негодность, бетон начал крошиться, власти приняли решение его демонтировать. Тогда в местной администрации объяснили, что только так можно реконструировать изваяние Ильича. Спустя два года чиновники заявили, что скульптура восстановлению не подлежит. Статуса памятника у нее не было. На балансе городского хозяйства Ленин не числился. Установка новой статуи возможна только за счет внебюджетных средств. Поэтому, вполне вероятно, Ленин с площади революции исчез насовсем. Скорее всего, та же участь ждет малую архитектурную форму серп и молот в Пуче же. Недавно ее обследовала специальная комиссия. Она пришла к выводу, что памятник находится в аварийном состоянии. Необходим его демонтаж. Представители местного отделения КПРФ и Совета ветеранов намерены обратиться в районную администрацию, чтобы поставить новый памятник. Однако опять все упирается в финансирование. Несколько десятков тысяч георгиевских ленточек раздадут волонтеры накануне 77-й годовщины Победы. На центральных улицах, в скверах и на площадях активисты будут вручать оранжево-черные символы воинской славы. В среду стартовала уже ставшая традицией всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Более 40 тысяч георгиевских ленточек подготовили волонтеры для того, чтобы раздать их жителям области перед празднованием Дня Победы. Вручать оранжево-черные символы воинской славы будут не только в Иванове, а и во всех районах. Узнать, где именно можно, на интерактивной карте. Помимо точек, указанных на ней, в День Победы георгиевскую ленточку будут раздавать в местах массовых гуляний. Акция будет проходить с 27 апреля по 9 мая включительно. Всего по области будет у нас 196 точек раздачи. Главная цель акции – это рассказать о символе доблести и славе георгиевской ленточки, ее значения, чтобы тот, кто ее носил, носил ее с гордостью и знал историю своей страны. Около полутысячи волонтеров не только вручат ленточки, но еще и расскажут об истории символа Победы и о том, как правильно его носить. Георгиевскую ленту следует носить на груди, около сердца, чтобы выражать память и дань великому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Георгиевскую ленту совершенно не следует носить на брелках в испорченном виде, надевать на какие-то ремни, на сумки и ни в коем случае не носить на брюках ниже пояса. По центральным улицам в этом году вновь пройдет бессмертный полк, выйдет из онлайна. Волонтеры уже готовятся к сопровождению колонн бессмертного полка, проходят обучение и присоединиться к активистам может каждый желающий. В Иванове формирование колонны начнется в 13 часов, у мемориала героям фронта и тыла старт в 14 часов. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». На улицах Иванова и в районах волонтеры раздают георгиевские ленточки – символ воинской славы, героизма, мужества и стойкости. Мы решили узнать у ивановцев, а что они знают об истории георгиевской ленточки и как правильно ее носить. Вот честно не знаю. Вот честно не знаю. И не знаю, как ее носит. Знаю, что надо вот ее сделать, свернуть и здесь приколоть, конечно. Об истории что-то помните? Ну, история ленточки – это говорит о том, что у нас это как раз говорит о том, что это была война. Во-первых, что это напоминает всем молодым людям и знак дает, и людям всем, молодым и детям рассказывают, что эту ленточку носить непросто, а даже это как бы почетно. Да, в школе мне объясняли, наверное, так же, как и нам. Как ее носить на груди, бантика. Это еще с царских времен. То есть, что тут? Это наша слава российских воинов. Так что, что, все понятно. А как правильно ее носить и где нельзя ее носить? Ну, как ее правильно? Вообще-то, это орденская лента считается. Вот. Ну, то есть, кто имеет право, то есть, кто имеет награды, тот и должен носить. Точно знаю, что этот символ зародился еще в царской России. И символизировала она, ну, сейчас по современным понятиям, огонь и что? И бой. Порох, да. То есть, как раз вот это и был символом победы, которая стала. Носит ее на груди и в виде банта. К другим темам. На 8 лет в колонию строгого режима отправился Ивановец за организацию нарколаборатории. Приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу. 30-летнего наркодельца задержали сотрудники ФСБ. В суде было доказано, что Ивановец организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Ее мощности позволяли производить более 5 килограммов зелья ежемесячно, но наладить продажу мужчина не успел. Был задержан. Наркотики он изготавливал в квартире своей матери, которая, как установил суд, не знала о его намерениях. Ивановцы признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сам он заявил о раскаянии. Приговор был вынесен еще в декабре, но подсудимый его обжаловал. Однако срок остался прежним. Отметим, что мужчина работал логистом с зарплатой в 35 тысяч рублей, имел в собственности БМВ. По показаниям свидетеля, наркотики он не употреблял. На предстоящих майских праздниках в регионе будут усилены меры безопасности. Их обсудили в среду в региональном правительстве на антитеррористической комиссии. 9 мая проведем в этом году исшествие. Это и бессмертный полк обязательно, но должны быть предприняты все необходимые меры, все, подчеркиваю, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. В Иванове функционирует разветвленная система уличного видеонаблюдения. Она будет активно задействована при контроле за ситуацией в местах массового скопления народа. Как сообщили представители спецслужб, мониторинг за обстановкой в области проводится на постоянной основе. Перед праздниками правоохранители проведут проверки улицы дорог, а также территории, которые прилегают к местам проведения мероприятий. Возобновили продажи авиабилетов из Иваново в Калининград и обратно. Теперь полеты планируют совершать по вторникам и субботам. Продавать билеты Иваново-Калининград-Иваново начали еще в феврале. Полеты планировала выполнять авиакомпания «Руслайн» с апреля по октябрь включительно. Однако в связи с закрытием воздушного пространства над Европой рейсы отменили. Самолеты авиакомпании «Руслайн» технически не могли летать по более дальнему маршруту через Ленинградскую область. Пассажирам предлагали вернуть денежные средства за купленные билеты. Однако с этой недели продажи возобновили. Правда, теперь «Руслайн» планирует летать из Иваново в Калининград только с середины мая по сентябрь включительно. График также изменился. Время для пассажиров теперь более удобное. Рейс планируют совершать по вторникам и субботам. Из Иваново самолета будут вылетать в 10.35 утра. В Калининграде приземляться в 11.50. Из Калининграда вылеты запланированы на 12.35 дня. В Иваново пассажиров будут ждать в 15.50. Каждую среду наши корреспонденты проверяют, насколько изменилась стоимость некоторых продуктов. Для чистоты эксперимента мониторим цены в одном и том же супермаркете. На этот раз сравним, как же изменились ценники за два месяца с момента нашего первого визита в магазин. Первый мониторинг стартовал 2 марта. Тогда буханка ржаного хлеба в супермаркете ОК стоила 32 рубля. На 27 апреля цена Дарницкого выросла пока незначительно на 4 рубля. И теперь буханка стоит 36. А вот литр самого дешевого пастеризованного молока жирностью 1,5 за два месяца подорожал почти на 20 рублей. И вместо 39 магазин просит 58 рублей. Яйца, напротив, подешевели. 2 марта за десяток второй категории просили 61 рубль. Теперь же 53. Самая маленькая цена на картофель 2 марта составляла почти 40 рублей. За два месяца цена за килограмм раннего поднялась до 70, рост на 30 рублей. Самый заметный скачок случился с сахаром. Если два месяца назад килограмм белого стоил 58 рублей, то сейчас из всех имеющихся на полках самый дешевый за 110 рублей. Рост почти на 90%. Теперь о крупах. Цена за пакет гречки весом 700 грамм за два месяца выросла незначительно с 64 до 69 рублей. И последняя позиция в нашем мониторинге – это растительное масло. 2 марта за бутылку самого дешевого – 0,9 литра – нужно было заплатить 95 рублей. Сейчас за нее же придется отдать 110. Стоит упомянуть, что это цена за покупку не более двух бутылок. Мы продолжим мониторить цены на основные группы товаров. Алина Марычева, телекомпания «Барс». Далее короткая реклама. И вот о чем расскажем сразу после нее. Два доклада на одну тему о социально-экономическом развитии города Иваново в прошлом году. Чиновники и депутаты работали в тандеме. Основная наша задача – сделать жизнь горожан комфортной для проживания. Фантазия на тему театра и не только воплощенная на холстах. Да, это мой рисунок. Я его сам рисовал. Так, и кто здесь? Это, как бы сказать, царица такая. В Иванове открылась дивная выставка. Вы смотрите программу «Губерния». И мы продолжаем. В среду утром ивановцы наблюдали, как к торговому центру «Рио» спешили пожарные машины. В здании проводили учения, боролись с условным пожаром. Учения плановые. Их проводят в соответствии с графиком, утвержденным главным управлением МЧС. Согласно легенде, в 8.45 на пульт диспетчера поступило сообщение о задымлении на цокольном этаже торгового центра «Рио». Возгоранию присвоили повышенный номер вызова. До прибытия огнеборцев представители текстильного центра начали выводить людей через эвакуационные выходы. В здании находилось около 140 человек. Прибывшие спасатели отправились на ликвидацию очага возгорания. Сделать это нужно было быстро, чтобы условный огонь не распространился на текстильную продукцию. Для тушения привлекались 6 единиц техники, автоцистерна и автолестница. Цель этих учений была отработка совместной администрации объекта, а также подразделения Ивановского пожароспособственного гарнизона. По итогу учения задачи поставленные справились, на оценку хорошо. Условный очаг пожара потушили, людей эвакуировали. Со всеми задачами, которые ставились непосредственно пожароспособственным нашим подразделениям, они справились. На очередном пленарном заседании Ивановской городской думы было два отчетных доклада. Главы города Владимира Шарыпова и председателя думы Александра Кузьмичева утвердили изменения в бюджет, одобрили переименование одной из улиц в Иванове. Все подробности у Ирины Афониной. Пленарное заседание впервые проходило в стенах Центра притяжения. Необычно, комфортно, современно. Первым перед депутатами отчитался глава города Владимир Шарыпов. Напомнил, что год отмечен снятием жестких антиковидных ограничений, наращиванием темпов строительства в рамках нацпроектов. К осени, благодаря принятым на разных уровнях мерам, экономика постепенно оживилась. В девять раз сокращена безработица. Город вышел на допандемийные значения по трудовой занятости. Больше того, на четверть возросло количество заявленных в центры занятости вакансий от работодателя. Особенно востребованы на рынке труда инженеры, медики, полицейские, швеи и продавцы. В прошлом году создано примерно 1200 рабочих мест. В этом планируется организовать 1140. Текстильная отрасль удержала свое лидерство в структуре промышленного производства нашего города. Именно текстиль обеспечил рост общего объема выпускаемой продукции, обрабатывающих производство. Объем частных инвестиций превысил 14 миллиардов рублей. Бюджет сохранил социальную направленность. Капитальные вложения в строительство и ремонт образовательных учреждений, прокомментировал Владимир Шарыпов, дают возможность развивать образование на ином, более высоком уровне. Работу мэра и чиновников администрации оценивали депутаты. Конечно, еще много болевых точек, и все мы это знаем. И прежде всего это, наверное, состояние придомовых территорий, контейнерных площадок, благоустройства города и другие вопросы. Отмечу, что глава города, администрация, работники администрации внимательно относятся к вопросам, которые ставят депутаты и жители города. Работу Шарыпову и его команды признали удовлетворительно единогласно. Председатель Думы в начале отчетного доклада отметил, основная задача – выстроить работу депутатского корпуса так, чтобы она была направлена на совершенствование правовой базы муниципалитета и исполнение наказов избирателей. Задача, стоящая перед органами местного управления, носит долгосрочный характер и отражает интересы ивановцев. Депутаты упираются на тот план развития города, который был сформирован на основе мнений жителей в 2020 году и дополнялся гражданам в течение всего 2021 года. Спикер отметил один из самых значимых вопросов, над которыми депутаты и администрация работали совместно – это бюджет города. В течение прошлого года главный финансовый документ корректировали семь раз. Работу Думы признали удовлетворительной. Единогласно проголосовали за переименование московского проезда в улицу имени Героя России Владимира Зазулина. Затем поддержали изменения в бюджет. Город получил более 129 миллионов рублей дополнительно. Деньги будут направлены прежде всего на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог, на освещение и ремонт освещения на автомобильных дорог нашего города. Также средства пойдут на благоустройство общественных территорий. Депутаты приняли решение предоставить льготы и снизить арендную плату для кинотеатра «Лодь». Проголосовали за разрешение предприятиям общественного питания открыть летние площадки. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Пожарная лестница стала причиной конфликта между сотрудниками управляющей компании «Добро» и жителями 4-го дома на 8-й Меланжевой улице в Иванове. Конструкция находится в аварийном состоянии. Коммунальщики попытались ее демонтировать, но людям это не понравилось. Так выглядит эта лестница. В таком виде она находится уже давно. Из-за ветхого состояния крыши, по словам жителей, доски на кровле прогнили вместе с креплениями конструкции. В итоге лестница оказалась в таком странном положении. Конструкция опиралась на дерево, но его ветви опилили. И сейчас железная арматура опасно качается. Жители обратились в свою управляющую компанию, чтобы та предприняла меры. Коммунальщики решили лестницу спилить и отвезти на металлолом. Люди встали на ее защиту. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, с ними поговорили. Они все уехали и лестницу оставили вот в таком состоянии. А что конкретно вы хотите? Мы хотим, чтобы лестница была у нас, у дома. И чтобы она стояла правильно. Просто так без лестницы нельзя остаться без пожарной. К слову, аварийная лестница не самая большая проблема в доме. В постройке ветхая крыша, которая постоянно протекает. Из-за этого на внешней части фасада отваливается штукатурка. А потолок в подъезде выглядит вот так. Люди живут с опасением, что им может что-то упасть на голову. И ни одна проблема не решается. Жалуются они. В музейно-выставочном центре Иваново открылась по-настоящему дивная выставка. Она собрала работы особенно художников. Эти рисунки – итог художественной мастерской, в которой несколько месяцев в рамках проекта «Дивные сказы» ребята фантазировали на холстах на тему театра. Бакст, Головин, Экстер, Миссерер – эти знаменитые фамилии театральных художников и декораторов несколько месяцев изучали участники организации «Белый гранат». Потом, вдохновившись примерами гениев, и сами создавали художественные работы. Так и получилась выставка, объединенная темой театра. А в центре внимания уже Лисовская, Буров, Кустова, Варенцова и другие фамилии Творцов. Очень старались. Если раньше кисточкой совсем не получалось рисовать, а сейчас очень даже нравится после занятий с девочками. Нравится красками рисовать. Да, Полина? Нравится? Нравится красками рисовать. Очень нравится. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Спасибо, ты молодец, спасибо. В рамках проекта «Дивные сказы» писали не только на тему театра, но и по детским сказкам. Или красками и кисточками на холстах сочиняли сказки друг про друга. Это мой рисунок. Я его сам рисовал. Так. И кто здесь у тебя? Это, как бы сказать, это царица такая. Царица? Да, да. Я его сам рисовал. Почему она черная у тебя получилась в таких мрачных тонах? Мне больше нравится черный цвет. Иногда приходилось заниматься онлайн, но совсем справились. Помогали верные друзья-художники Ксения Демьяненко и Дарья Растунина. На выставке представлено 30 полотен, но в реальности их в десяток раз больше. Интересно было, рассказывают участники, фантазировать на тему декораций. С декорациями было такое задание. Нужно было нарисовать не полностью декорацию, а выбрать какой-то предмет. То есть, какой больше понравился и интересовал предмет. И потом из этих предметов мы собирали еще дополнительные экспозиции. В общем, это была такая деконструкция декорации уже известных художников. И потом конструирование собственной декорации. Это все было как бы предпосылкой к тому, чтобы создать вот именно декорации для спектакля. Некоторые эскизы действительно потом воплотились в спектакли. На сцене Ивановского центра культуры и отдыха «Димные сказы. Я буду, как Жак Ив Кусто» прошел 18 апреля. Сегодня на открытии выставки посетители смотрят его видеоверсию. Ребята заново переживают эмоции. Художественная мастерская, рисуем театр. Только часть проекта – «Дивные сказы». И гранатовцы учились не только создавать эскизы костюмов. В течение нескольких месяцев ребята еще занимались рукоделием. Мы с ребятами учились держать иголку, учились вставлять нитку в иголку. Потом познакомились с тканью, учились ее стричь. Учились сначала шить на картоне, потому что не всех сразу получается. Потом учились шить ткань. И даже смогли шить своим куклам или мишкам одежду. Так получилось? Да, получилось. Я куклу уже много одежды сшила. Чего сшила, расскажи. Платье бальное, штаны, кофту. Все участники проекта говорят, это был новый, местами непростой, но удивительный опыт. «Дивные сказы» подходят к финалу. Выставка в музейно-выставочном центре на Советской будет открыта до 5 июня. Наталья Сергеева, Денис Железов, телекомпания «Барс». К автомобильным дорогам по весне стали выходить не только лоси, но и кабаны. Стадо из шести крупных лесных хряков было замечено на московской трассе. Животные мирно прогуливались вдоль автомобильного пути. Проезжающие машины их совершенно не пугали. В отличие от лосей, кабаны не делают попыток выбегать на дорогу. По крайней мере, до настоящего момента ни о каких несчастных случаях с их участием ничего не известно. Тем не менее, сотрудники ГИБДД призывают водителей сохранять бдительность во время движения. И под занавес выпуска расскажем о погоде. На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре Рио всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням Рио угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. Уни-дом. Счастье в каждый дом. Дачный, чтобы открыть сезон. Приходите в Уни-дом. С 25 апреля по 10 мая. Все товары для сада, огорода и пикника по оптовым ценам. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 7-9 градусов. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%. В ближайшие дни температурные показания закрепятся в районе 10 градусов в дневные часы. А вот в ночное время довольно прохладно. Ну вот такими были события этого дня. Я с вами на этом прощаюсь и желаю всего самого доброго.